Европейский Союз готов к долгой войне в Украине, об этом заявил министр иностранных дел Швеции, и будет продолжать поддерживать Киев сколько потребуется. Сколько потребуется. То есть, до последнего украинца, как написал наш соратник из собачьей России, да? А украинцев-то хватит. Украинцев нас сколько потребуется. Вот спрашивает, тоже читаем вместе, спрашивает. Удивительно. Да, то есть, вместо того, чтобы какого-то недофюрера уничтожить, вместо того, чтобы реально помочь расправиться с этим режимом, да, они заточились, туда надо военную технику, а сюда нужны деньги за нефть и газ, чтобы Путин там тоже нормально жил, и чтобы это продолжалось вечно. Надо готовиться к долгой войне, они говорят. А зачем к ней готовиться? А не проще ли Путина заколбасить? Советник Госдепа Шоле пообещал нейтрализовать деятельность ЧВК «Вагнер». Так, американские власти обеспокоены деятельностью ЧВК. И, значит, в ходе визита в Белград заявил советник Госдепа Дерек Шоле. По его словам, ЧВК вербует солдат в разных странах, в том числе в Сербии. Это вызывает беспокойство. А что, они раньше-то не обратили внимания на это? Почему раньше против ЧВК «Вагнер» они не создали ЧВК «Укупник»? Ну, почему нам не помогли? Я же обращался, спросил, помогите. Что мы не создали бы ЧВК «Укупник», что ли, против ЧВК «Вагнер»? Или ЧВК «Моцарт», или ЧВК «Бетховен». Ну, были бы финансы, мы бы, блядь, 10 ЧВК собрали. И многие люди, которые пошли воевать ЧВК «Вагнер», они также и к нам бы пошли воевать против ЧВК «Вагнер», против Путина. Что же они не помогли? Я теперь, вот, надо же там, надо как-то противодействовать этому. Мы вот поговорим, там, в Сербии он там поговорит, и сербы не отпустят никого в ЧВК «Вагнер». Ты что, голову-то компонсируешь, советник? Артист, поговорит он. Сегодня покинул ряды Министерства обороны Российской Федерации командующий ВДВ Михаил Теплинский, послав куда дальше Герасимова и так далее. Ну, не знаю, посылал он, кого-то не посылал. Ну, что там, раздра и шатание, это разброт и шатание, это совершенно точно. И вот Wall Street Journal пишет назначение. «Герасимов предвещает новое наступление российской армии в рамках СВО». Ну, может быть, и не так. Почему только они один вариант? Вариант масса. То есть, представьте себе, там Суровикин командовал этой армией. Сейчас ничего не изменилось. Командует Суровикин, только над ним поставили Герасимову. Он не подчинялся непосредственно Герасимову, потому что он был начальником штаба, а исполнял приказы министра обороны. И тут вдруг такая прокладка в виде Герасимова. Вам не кажется это странно? То есть, здесь несколько вариантов. Или Герасимов разработал план, который сам и будет притворять в жизнь, и он будет только команды раздавать. Эти команды должны выполнять. Как бы стратегическое задание у него в башке сидит. И поэтому он для этого нужен, потому что не все можно говорить. То есть, придумали какую-то подлянку такую, которую лучше никому не говорить. Ну, может быть, применение тактического ядерного оружия, взрыв Днепрогресса. Что хотите, могли они придумать. Это безумцы. А может, и другой вариант. Может быть, Шойгу хитрожопый, партийский, так подтолкнул. Скажет, ну, нафиг, зачем мне отвечать за какую-то херню, которая может там возникнуть. Вот Шойгу, вот Суровикин, так нужна прокладка. Вот он пусть отвечает, вот этот Герасим. Такое вполне тоже возможно. Выплаты за погибших оккупантов в Украине привели к сокращению бедности в России. Блумберг написал, что доходы на 10% самых бедных слоев населения возросли. Ну, можете себе представить. Вот говорили, а как поднять экономику России? И помните, мы говорим, деньги раздать просто. То есть, простить долги, да, доли в национальных богатствах определить, и так далее. Говорили, это утопия, и так далее. Но вот сейчас у Путина нет никаких доходов. Ну, в смысле, доходы упали значительно. Но при этом он смог платить за войну. С войны-то он доходов точнее получает. Он может платить за войну. Может давать эти гробовые деньги. И на 10% доходы увеличились. Можете себе представить? Охереть! А если бы не было войны? Не было бы Путина. И не разворовывалось бы все это столько лет. Представляете, как сейчас люди жили? Какая экономика была? Какие доходы населения были? Это был ботаз. Путин борется с бедностью. Похоже, вот таким образом он решил бороться с бедностью. Чем больше убьют, тем меньше будет бедных. Одних убьют, а другим дадут соответствующую денежку. И так далее. Помните, как Мао Цзэдун говорил? Бедность – это хорошо. Страшно подумать, что будет, когда все люди станут богатыми. Да Мао-то прав был по-своему. Он-то говорил об управлении людьми. Если люди бедные, то ими управлять очень легко. Вон их можно загнать на войну с Украиной, платье потом. Там какие-то гробовые, вначале подъемные. Там все жены своих мужиков погнали. Ну, ни хера себе. Во-первых, 200 тысяч сразу дают. А потом еще мужика, если прибьют, так сразу потом и 7 миллионов. Или сейчас уже там 12 пришлют. Охереть, не встать. Минобороны. МИД России попросил прямых переговоров с Украиной без участия посредников. То есть, не могут они никак заставить поговорить. То есть, через посредников пытались заставить Зеленского пойти на переговоры. А он не хочет. Теперь хотят напрямую, чтобы не было каких-то свидетелей. Чтобы можно было договориться напрямую. Ну, там денег обещать. Я не знаю, что угодно. Они же по-своему размышляют. Интересно. Очень интересно. Субтитры сделал DimaTorzok